Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современной США. На прошлой лекции мы говорили о американской культуре. Сейчас же речь пойдет о демографической структуре современного американского общества. То есть разговор пойдет о демографии. И на слайде вы видите звезду на знаменитой аллее звезд в Лос-Анджелесе. И изображение на этой звезде, здесь видите громпластинка, значит, человек, именем которого эта звезда названа, имел отношение к музыке. И имя этого человека Федор Шаляпин. То есть на аллее звезд в Лос-Анджелесе можно найти звезды самых разных представителей киноискусства, музыкального искусства, в том числе и выходцев из других стран. Я когда гулял по этой аллее, значит, разглядывал эти звезды и видел, что здесь есть звезды с именами Зои Федорова, российская актриса, эмигрантка, Борис Карлов. Я думаю, что мало кто знает это имя, собственно говоря. А это очень известный голливудский актер, это российский актер-эмигрант, который обладал невероятно брутальной внешностью и считается одним из лучших, если не лучшим, исполнителей роли Франкенштейна в одноименном фильме «Ужасов». Таким образом, мы вот посредством этого слайда, этого изображения перекидываемся в разный мостик от предыдущей лекции, от американской культуры к нынешней лекции, к американской демографии. И в ходе этой лекции мы хотели бы разобрать следующие вопросы. История иммиграционных процессов и формирования американской нации и особенности современного демографического развития США и прогнозы на 21 век. Таким образом, целью нашей лекции является раскрыть особенности формирования американской нации, иммиграционных процессов и сложившейся в их результате демографической ситуации в Соединенных Штатах Америки. Мы хотели бы проанализировать современное состояние проблемы, а также рассмотреть прогнозы на 21 век. Нам для этого потребуется изучение нескольких терминов, то есть мы опять обращаемся к глоссарию. И первый термин это демография. Демография это наука о народонаселении. Происходит от латинских слов «demos» — народ и «graphine», значит, описывают. Итак, демография — наука о народонаселении, законоверностях его развития, структуре и распределении на определенных территориях. Перед вами термин «этнос» — это исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, которая обладает общей культурой, самосознанием, что зафиксируется обычно в соответствующем этнониме или на самоназвании «этноса». Также есть понятие «этничность», то есть «этнос» может быть один, а этничность разная. Ну, грубо говоря, допустим, есть армяне, родившиеся в Ереване, есть армяне, родившиеся в Москве, есть армяне, родившиеся в Нью-Йорке. Так вот, «этнос» у них один армянский, а этничность разная в данном случае. И очень важное определение — это «нация». Это исторический тип этноса, представляющий собой социально-экономическую целостность, которая складывается и воспроизводится на основе общности территории, экономических связей, языка, некоторой особенности культуры, психологического склада и этнического самосознания. В отношении американской нации существует две концепции ее складывания. Это «melting pot» и «sallet bowl». Что такое «melting pot»? Дословно в переводе с английского — это «плавильный котел». То есть одно время считалось, что представители различных наций и народов, прибывающих в Северную Америку, в США, в результате будут вариться в таком неком плавильном котле и будет получаться что-то такое усредненное, так сказать, американское. То есть человек будет говорить, что «я американец», допустим, не обращая внимания на свои корни, какие-то особенности расовые, этнические и так далее, и так далее. Но вот выяснилось, что эта концепция плавильного котла, в общем-то, не работает. Не работает, люди продолжают оставаться, так сказать, говорят, да, я американец, но там ирландского, французского, шведского, немецкого и там прочего происхождения. Поэтому со временем концепция плавильного котла была заменена на концепцию «sallet bowl», то есть миски салата, то есть вы знаете, как делается салат, то есть берутся различные ингредиенты, значит, там вот нарезаются, так сказать, складываются в одну чашку, перемешиваются, так сказать, но тем не менее все равно в салате можно, так сказать, различить эти отдельные ингредиенты, и они, так сказать, обладают каждым особым неповторимым вкусом. Собственно говоря, вот сейчас, видимо, по такому принципу формируется американская нация, то есть каждый американец все равно остается, так сказать, где-то носителем определенного самосознания внутреннего, так сказать, да, вот, которое уникально и отлично от других. Еще очень важный термин для данной лекции – диаспора – это пребывание значительной части народа вне страны его происхождения. То есть в Америке очень много, значительная часть населения страны составляет представителей определенных диаспор, то есть китайской диаспорой, итальянской диаспорой, там, допустим, вьетнамской диаспорой, венгерской диаспорой и так далее, так далее, так далее. Русской диаспорой, так сказать, центром которой является Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Вот. Практически в каждом американском крупном городе есть Чайна-тауны. То есть там проживают представители китайской диаспоры. Находясь в Чайна-тауне, где-нибудь в Нью-Йорке, в Сан-Франциско или в Чикаго, такое впечатление, что ты находишься в Шанхае или Пекине, потому что вокруг надписи на китайском языке, газета на китайском, объявления на китайском, так сказать, меню в ресторанах на китайском, люди вокруг говорят на китайском, так сказать, и так далее, и так далее. И вот там в этих Чайна-таунах живут представители нескольких поколений, допустим, тех же китайцев. И вот, как правило, старшее поколение на английском не говорит, говорит между собой и только на китайском. Среднее поколение говорит и на китайском, и на английском, но не очень хорошим английском зачастую, так сказать, да, вот, а вот младшее поколение, оно иногда даже не очень знает китайский, знает его достаточно поверхностно, но очень хорошо знает английский, благодаря тому, что эти дети прошли американские детсады, школы, так сказать, да, и английский для них уже скорее такой родной, гораздо более привычный язык. Иммигрант, иммигрант, иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство. Америка страна иммигрантов, да, есть такое распространенное выражение, это действительно так, то есть подавляющее большинство американцев это потомки иммигрантов, или иммигранты первого поколения, или иммигранты второго, третьего поколения и так далее. Пик иммиграции в США пришелся на конец 19-го, начало 20-го веков, когда в страну въезжали, так сказать, сотни тысяч людей ежегодно, и воротами, как бы центрами иммиграции на западном побережье был Сан-Франциско, на восточном побережье несколько городов, но самой главной базой был город Нью-Йорк, и вот в бухте Гудзона есть такой Элис-Айленд, остров Элис, на котором находился главный фильтрационный центр для иммигрантов, прибывающих из Европы в Америку. Дело в том, что не всех, кто приехал в Америку, сразу выпускали в страну, потому что люди могли быть носителями каких-то болезней, и поэтому, как правило, раньше выдерживался серьезный карантин, который мог занимать там до двух-трех месяцев. И вот прибывала семья из Европы, так сказать, и прибывала в этом карантине, это, значит, вы понимаете, что этих людей на этом острове, в этих помещениях было очень-очень много, бывало, что дети терялись, допустим, да, потом не могли, если очень маленькие, не могли вспомнить своих имен и так далее, то есть таких потерявшихся детей, как правило, потом им давали имена Элис или Элисон, так сказать, да, по названию вот этого фильтрационного центра, по названию этого острова. Ну, кстати, у одного из создателей Майкрософт, одного из соратников Билла Гейтса, фамилия Элисон, то есть такое впечатление, что вполне вероятно, кто-то из его предков вот был одним из таких потерявшихся детей на Элис-Айленде. Вот, и находясь вот в этом фильтрационном центре, люди проходили очень строгую медкомиссию. Первым был обычно офтальмолог, то есть специалист по глазным болезням. Так получилось, что в 19 веке как-то в Америку была завезена очень страшная болезнь глаз, трахома. Миллион американцев этой болезнью переболели, ослепли. Вот, и вот традиционно потом все прибывавшие эмигранты, они первым делом, так сказать, обследовались на наличие глаз. У нас людей, у которых были катаракты, бельма, там какие-то еще заболевания глаз, сразу разворачивали назад, никого в сторону не опускали. Дальше, так сказать, эмигрант, потенциальный житель страны, так сказать, шел по другим врачам, их очень тщательно осматривали, писали соответствующие буквы, значит, у них там на частях тела. Если у человека была ментальная болезнь, то ему там на лбу писали M, значит, mental, да, если болезнь сердца, то в этом районе сердца писали H, букву heart, то есть больное сердце. Беременную женщину на животе писали букву P, от слова pregnant, да, беременная, вот, и так далее. То есть это был такой конвейер, который нужно было пройти, вот, и пускали потом в сторону далеко не всех. То люди должны были подтвердить, там, финансовую состоятельность, показать приглашение от родственников, все это внимательно изучалось этими инспекторами, вот, которые принимали решение о допуске или недопуске того или иного эмигранта в страну. Вот, и было так, что разлучали семьи, то есть, допустим, главу семейства там с кем-то из детей пускали в страну, а вот его супругу с оставшими детьми нет, допустим, и наоборот, то есть по-разному происходило, то есть, с этим связано очень много таких семейных драм людей, которые пребывали вот с надеждой стать американцами. Лидеры американские понимают, что вот это культурное, этническое, расовое и прочее многообразие, это большой плюс, так сказать, да, современных США, и все они обычно говорят, что иммигранты обогатили, так сказать, украсили, укрепили все аспекты жизни американского народа. Общество, и что это, скорее, наша сила, да, а не слабость. Ну, и если говорить о демографических характеристиках современного американского общества, то вот статистика такова. Значит, численность населения в США составляет, по данным последней переписи 2010 года, около 300 миллионов человек, но в следующем году будет перепись, которая покажет цифру примерно в районе 330-340 миллионов человек. В середине 21 века, да, население США уже заметно превысит 350 миллионов человек, и к середине этого века численность белого населения, оно не будет уже превышать 50% населения. В составе населения США женщин чуть больше, чем мужчин, 51,2% женщины, 48,8% населения мужчин. В США это страна довольно высокой урбанизации, то есть здесь в городах проживает около 80% населения страны, и только 20% проживает в сельской местности. Правда, в США городами называют, ну, многие довольно крупные поселки, то есть в нашей стране это считалось бы скорее, так сказать, селом, да, а в Америке, так сказать, поселение, в котором живет несколько тысяч человек, уже часто могут назвать городом. Вот, есть даже такие таблички шутливые, так сказать, самый большой из маленьких городов, допустим, штат или страны находится здесь, там, что-то в этом роде. Плотность населения в США составляет 27 человек на один квадратный километр. По численности населения США уверенно занимают третье место в мире после Китая и Индии. Надо сказать, что очень часто американцы при встрече задают вопросы, да, какие ваши корни, откуда вы. По-английски это звучит так, what is your background, back, дословно, спина, ground, основание, то есть что у вас, как бы, за спиной, какие ваши этнические корни, да. И, как правило, редко бывает, что человек, так сказать, представитель одного, одной какой-то диаспоры, то есть редко, так сказать, человек происходит там из французской семьи, там, или там датской, или шведской, как правило, говорят, I'm partly Irish, I'm partly French, I'm partly Filipino, и так далее, и так далее. То есть среди моих предков есть там датчане, французы, филиппинцы, может быть, там, native Americans, там, коренные американцы, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот при переписи населения США очень часто используется термин наподобие смешанной расы, то есть в США очень много метисов, скажем так. И надо сказать, что со временем вот тех, кого в Америке считают меньшинствами, да, этническими, расовыми, они потихонечку будут превращаться в большинство. То есть белое население, которое численно пока еще преобладает в США, оно потихонечку утрачивает свои позиции, потому что представители меньшинств этнических и расовых, они, у них гораздо выше рождаемости, они по темпам, как бы, да, роста численности гораздо, так сказать, заметно превышают белое население. В некоторых штатах уже белое население меньше, чем всех остальных, допустим, ну, допустим, в Калифорне так произошло уже. И, наконец, по поводу современного состояния и эмиграции именно в последние годы. Каждый год в США въезжает более миллиона иностранцев. США плотно занимает первое место по эмиграции. И сейчас считается, что на территории США проживает 42 миллиона эмигрантов. За последние 10 лет в США эмиграции было свыше 14 миллионов человек. Из них только один миллион прошел все необходимые процедуры, натурализацию и стал гражданином Соединенных Штатов Америки. И, наконец, очень важный термин, очень важная аббревиатура W-A-S-P, WASP, да, это основа или стержень американской нации. Что означает эта аббревиатура? W, это первая буква от слова white, белый. A, это anglo-saxon, и P, protestant или puritan, то есть WASP, аббревиатура, означающая white, anglo-saxon, protestant, то есть белый, англо-саксонский, протестант или puritanin. Эта аббревиатура фактически означает как бы европеоид, протестант англо-саксонского происхождения, то есть представитель элиты общества, привилегированного социального слоя или 100% американец. В настоящее время вот эта аббревиатура у вас появляется таким достаточно популярным клише. Ну и в завершение лекции давайте поговорим о представителях различных поколений, которые проживают сегодня в современных США. В десятых, первых половин двадцатых годов США родились представители поколения, которое называют Silent Generation, молчаливым поколением. Это поколение, на долю которого выпала Великая депрессия и участие во Второй мировой войне. В войне многие представители этого поколения голодали, они получили должное образование, погибали на фронтах Второй мировой войны. А вот уже после Второй мировой войны, начиная с 1946 по 1964 год, в Америке родилось огромное, просто огромное количество детей, 78 миллионов человек. То есть за 18 лет в стране родилось 78 миллионов человек. Это невероятный бум. И поэтому, так сказать, это поколение называют Baby Boom Generation. Baby ребенок, бум, это когда чего-то очень много, то есть поколение Baby Boomеров. Вот сейчас американцы очень озабочены этим поколением. Его изучают социологи, демографы, экономисты. Почему? Потому что представители этого поколения начинают выходить на пенсию. То есть сейчас американская нация начнет стремительно стареть, и пенсионеров с каждым годом будет становиться все больше, так сказать, увеличивая нагрузку на бюджет. Хотя в США довольно высокий возраст выхода на пенсию, 68 лет, но тем не менее как раз сейчас первым Baby Boomером исполняется этот возраст, и они начинают массово выходить на пенсию. А надо сказать, что за Baby Boomерами был очень серьезный спад. Следующее поколение, поколение X, которое родилось в период между 1965 и 1982 годами, их родилось уже всего где-то порядка 41 миллиона человек. То есть это, видите, почти в два раза меньше, чем Baby Boomеров. И следующее поколение, последнее в 20 веке, это поколение Y, которое появилось на свет в 1983-2000 годах. Их гораздо больше, чем представитель поколения X, но все-таки чуть меньше, чем Бумеров, их что-то порядка 60 миллионов человек. И поэтому иногда представители этого поколения называют эхом Бумеров. Ну а тех, кто родился уже в начале 2000-х, называют поколением миллинариев, то есть от латинского слова millennium, тысячелетия. То есть они родились уже в начале нового, третьего тысячелетия. Вот такова демографическая структура современного американского общества, где довольно мирно, толерантно уживаются между собой представители разных этносов, наций, людей с разным происхождением, с бэкграундом. И на этом наша лекция завершена. Благодарю за внимание. Продолжение следует...